Дорогие телезрители, как вы знаете, 3 декабря отмечается Международный день инвалидов и передверии этой даты. Хотелось бы поговорить на тему трудоустройства инвалидов с руководителем Центра занятости населения города Якутска-Марии Слепцовой. Доброе утро! Итак, какие мероприятия запланированы к Международному дню инвалидов? Вот мы уже проводим с 20 ноября декаду инвалидов, посвященные вот эти вот мероприятия для трудоустройства инвалидов. И вот в первую очередь, это надо сказать, у нас работает горячая линия, телефон горячей линии 42 20 60. Вот можете позвонить и узнавать о наших мероприятиях, государственных услугах, да, или как можно трудоустроиться. И также вот у нас работает на сегодня, мы принимаем заявки от населения, от тех людей, которые на сегодня, ну, маломобильные, да, либо, значит, слабовидящие. И вот от них мы можем, значит, вот получать заявки и выезжать к ним прямо домой. И вот эти, значит, вот заявки мы принимаем по телефону 42 20 60, да, либо 42 03 27, либо 42 03 24. Также у нас вот буквально завтра будет выездная вот работа, это мы будем проводить семинар технологии поиска работы для выпускников республиканской, республиканского техникума интерната, профессиональной и социальной, медико-социальной реабилитации инвалидов. И здесь же мы будем, вот вообще, как они могут искать работу через интернет, вот, либо обращаясь в центр занятости, да, либо через знакомых и так далее. Вот вообще какие пути есть в поиске работы, об этом, обо всем мы поговорим. Также вот методом телефона, да, как это можно узнавать и так далее. Так, 30-го числа мы, значит, вот тех, которые ищут на сегодня работу и счастла с ограниченными возможностями здоровья, значит, ждем на мини-ярмарку. Это будет четверг с 10 часов утра. А где? Петра Алексеева 6-1, это в здании центра занятости населения города Якутска. То есть в этот четверг можно будет подойти, в какое время уже начинается? В 10 часов и до часу дня. А на сегодняшний день? Вы упомянули как раз по поводу обращений в центр занятости. Я хотела спросить, какая ситуация, вот, обращение в инвалидов, в службу занятости? Как часто, да, в данные обращаются? Да, здесь надо сказать, значит, вот, раньше, допустим, значит, вот, только мы, когда, вот, гражданин обращался к нам, мы с ними работали, да, по трудоустройству. А теперь, значит, у нас технология работы другая, вот, именно с инвалидами. Сейчас по витрине с медико-социальной экспертизы вот поступают у нас, вот, и про. Индивидуальные программы реабилитации инвалидов, да. И мы на основании этого делаем опрос. Сделали опрос в этом году 1324 граждан. И из них на сегодня, значит, вот, выявили для себя 160 граждан, готовые и желают трудоустроиться. И к нам в этом году из них подошли 124 человека. Но в основном они, значит, вот, желают приобретать новые специальности, либо профессии, да, либо, значит, переквалифицироваться. И в этом году к нам обратилось 375 инвалидов, и из них мы трудоустроили 207 человек, либо это 55%. Ну, здесь, значит, вот разные тоже есть государственные услуги, да, это и трудоустройство, и на временные работы, это и самозанятость и так далее. Вы сказали, 55% это плохо, хорошо? Ну, вот здесь 55%, это, конечно, значит, вот нельзя сказать, что это достаточно, да, это, конечно, недостаточно. Мы должны трудоустроить, в первую очередь, это на постоянную работу, но сегодня это желает лучшего. А какие услуги вы предлагаете инвалидам при обращении, когда они обращаются к вам? В первую очередь, это, значит, вот информирование о положении на рынке труда, то есть, значит, какие есть у нас вакансии. Вот за этой услугой к нам обратилось более тысячи инвалидов. Значит, к нам, вот, как я сказала, содействие в поиске работы 375, и вот профориентации также 335 инвалидов получили, да. И также, вот, когда они уже безработными становятся, мы оказываем государственные услуги, вот, по открытии собственного дела, да, когда материальную, значит, вот, поддержку мы оказываем. Ну, да. И здесь, значит, вот, у нас в этом году 9 инвалидов воспользовались данной услугой и на сегодня... Открыли свой бизнес. Открыли лицо ее дела. Ух ты, как здорово. Ага, также и на временных работах участвовали, да, вот, граждане, испытывающие трудности в поиске работы, это и есть, 26 человек. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе, за позитивную новость. Я думаю, что многие наши телезрители воспользуются сегодняшней информацией и 30 ноября придут на ярмарку. Приходите обязательно. Продолжение следует...